всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра крым засыхает под оккупацией дефицит воды в крыму становится все более ощутимым перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска дефицит воды ощущается на большей части европы засухами которые представляют огромную опасность для сельского хозяйства и осложняют будничную жизнь людей та же самая проблема уже несколько лет терзает крым и продолжает усугубляться вода очень ценная для полуострова до российской аннексии 2014 года 85 процентов воды в крым поступало по северокрымскому каналу который соединяет полуостров с днепром потом киев прекратил поставки это решение спровоцировала панику оккупационного руководства на помощь пришли инженерные подразделения российских войск построившие ряд гидрологических объектов центральным элементом концепции было создание трубопроводов связанных с белогорским и тайганским водохранилищами вода шла из них по руслу биюк карасу на новоивановский гидроузел откуда часть стока реки перенаправлялась в северокрымский канал таким образом водой предполагалось обеспечить в частности жителей керчи и сельскохозяйственной территории на севере крыма дополнительно в районе джанко и нижнегорского было сделано несколько артезианских скважин которые были призваны дать около 200 тысяч кубометров воды в сутки для более чем 400 тысяч жителей планировалось что все эти шаги позволят удовлетворить основные потребности крымчан однако в 2018 году полуостров столкнулся с первыми проблемами символом экологической трагедии стало пересыхание биюк карасу главной реки этого региона также оказалось что бурение артезианских скважин приводит к снижению уровней грунтовых вод а как следствие к засолению почв ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться зима выдалась теплой поэтому не было снега благодаря которому водой оказывается обеспечена южная часть полуострова а весной в свою очередь шло мало дождей как сообщает крымский комитет по водному хозяйству и мелиорации уровень воды в водохранилищах снабжающих населенные пункты на юге слишком низок фронтовое водохранилище из которого воду берет феодосия в середине апреля было заполнено на 4,2 процента бахчисарайская на 22,9 процента симферопольская на 29 процентов чернореченская из него вода поступает в симферополь на 51 процент ситуация осложняется из-за отсутствия осадков в апреле в крыму их выпало всего 25 процентов от многолетней средней нормы в связи с этим крымскому руководству пришлось с 15 мая вводить ограничения на поставку воды населению по официальным данным республика крым приобрела с 2015 года 20 тысяч новых жителей а севастополь как отдельный субъект 50000 это в основном кадровые военные люди связанные с российским аппаратом безопасности увеличение населения ведет к увеличению объема потребления воды при этом до наплыва приезжих из россии ее уже не хватало реальных путей к изменению гидрологической ситуации на полуострове 2 1 это восстановление киевом подачи воды в северокрымский канал против такого шага выступает украинское общество в первую очередь жители херсонской области в последнее время появляются сигналы о том что россия и украина могут прийти к договоренностям по вопросу поставок воды в свое время москва хотела включить этот элемент в переговоры в рамках минского формата однако согласие на возобновление работы канала стала бы для киева имиджовым провалом который грозит обернуться вспышкой общественного недовольства решением могла бы стать негласная приватизация части канала но это потребует многомиллионных финансовых вложений существующая инфраструктура как на украинской так и на российской стороне находится в плачевном техническом состоянии второй путь это обеспечение полуострова обильными осадками однако такое не под силам даже российскому государству к несчастью москвы наблюдаются противоположные климатические явления с каждым годом на полуострове идет все меньше дождей а зимой все чаще устанавливается теплая погода с небольшим количеством осадков в россии появляются также концепции строительства водопровода из кубани но этот регион в последнее время сам страдает от засух и перекачка воды оттуда в крым может обернуться негативными экономическими и общественными последствиями итог дефицит воды в крыму несмотря на старания российской администрации становится все более ощутимым водохранилище в южной части полуострова в которых накапливалась стекавшая с гор вода пересыхают как и текущие через крым реки массовое бурение артезианских скважин в свою очередь не служит намеченной цели поскольку из-за них со временем происходит засоление и деградация почв крым важная точка на туристической карте россиян власти активно приглашают их туда подчеркивая что это российская территория москва инвестировала огромные деньги в то чтобы полуостров стал центром российского туризма но проблемы с водой не побуждают выбирать его в качестве места для отдыха таким образом крымские проблемы становятся федеральными двум миллионам человек живущим в степном регионе будет требоваться все больше внимания москвы на проекты связанные с очисткой и сохранением воды потрачены уже миллиарды рублей но если принятые меры не помогут кремль от бессилия может пойти двумя путями попытаться договориться с киевом или силой получить те территории которые позволят запустить подачу воды на полуостров ни один из этих вариантов не выглядит с точки зрения киевского руководства приемлемым на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи